Третья книга царств, восемнадцатая, естественно, об Иллии. И в первом стихе написано, что в третий год это случилось, и можно понять, что служение Иллии, это было всего три с половиной в году. И в Новом Завете найдем, что Иллия как-то будет и тоже в последние дни. И когда Иоанн Креститель начинал его служение, Иисус сказал, что он является в принципе Иллией. Это не значит, что он сам Иллией, он Иоанн, но это значит, что он как-то исполнял все то, что написано, тот пророк, который будет назван Иллией. И получается, что до пришествия Иисуса должен быть какой-то Иллией. Еще раз. Я не думаю, что это требуется, чтобы буквальным образом Иллия воскреснулся, хотя это вполне возможно. Это значит, что будет какой-то пророк, который будет за, наверное, и тоже три с половиной в году проповедовать в Израиле, чтобы обратить Израил обратно к Богу. И кажется, что тот три с половиной в году, это тот 1260 дней, это тот срок, о том, что несколько раз встречаем Даниил и Откровение, время скорбь, который будет в последние дни. Но это просто между прочим. Бог явился к Иллии и сказал, что я дам дождь на землю. Кто спорил бы, что Иллий на самом деле верующий человек, он верил очень сильно, но у него был такой страшный гордость. И гордость – это для Бога, это мерзость. 17 глава, 1 стихе. Иллия сказал, «Все годы не будет ни разы, ни дождя, разве только по моему слову». То есть Иллия так сказал, что по моему слову не будет дожди, и дождя будет только по моему слову. И это не совсем правильно, потому что сейчас Бог сказал, что я дам дождь на землю. Я думаю, что значительность в том, что Бог хотел как-то чуть-чуть корректировать то, что Иллия сказал, когда он сказал, что я дам дожди, и я буду молиться, чтобы дожди не водить. Бог как-то показался, что нет, я дам дожди. То есть Иллия играл роль Божия, он как-то показался, как он сам Бог. И это мы видим, ну, чаще всего у религиозных людей, они играют роль Божия, и это не то. Считай, что, допустим, я могу судить, что ты не то, он хороший, он плохой и так далее. В этом плане мы играем роль Божия, как судья, и это нельзя. И разным образом мы это видим. Тоже такое понятие о том, что если я не буду тебе простить, значит, Бог тебя не простил. Иллий, по-моему, имел такую слабость. Он тоже пытался играть роль Божия. И еще мы встречаем в третьем стихе сетом Авдия. Написано, Авдий же был человек весьма богопоязненный. И в четвертом стихе написано, что когда Изабел истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков и скривал их по пятьдесят человек в пещерах, и питал их хлебом и водою. Когда Изабел и Ахав преследовали Илью, в 17 главе написано, что Бог питал Илью тоже хлебом и водою. И все-таки это, чтобы Илья понял, что он не единственный пророк Божий, что было еще даже сто таких пророков, и Бог поступал с ними так, как Он поступал и с ними, то есть с Ильей. И дальше тот Авдий, безусловно, и тоже верующий человек, Бог это сказал. Но Илья чувствовал, что Он единственный человек в Израиле, который пророк и верующий. 22 стих сказал Илья народу, Я один остался пророк Господень. И дальше, в 19 главу мы читаем, как Он убежден, что Он единственный верующий в Израиле. Я прочитаю 19 глава, в 14 стихе. Он сказал Богу, «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, и посыне Израилеве оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался Я один». И это не совсем то. По крайней мере, ста пророков, которые тоже искренние, у кого тот же самый опыт с Богом, так как был у Ильи, когда Бог ему кормил хлебом и водой, при преследовании на руках Израиля, то же самое. Тот Авдея то же самое сделал с этими ста пророков. И мы сможем и тоже в нашем умении так и считать, что Я единственный, все неискренни. Я единственный искренний человек. Все другие каптул не то. А Я, каптул, остался один с Богом. Я уверен, что у нас всех были такие вот случаи, такие осущения, что в принципе все на этом свете неискренни. А Я искренний, а Я искренний. Я остался один. И Илья, почему мы читаем об Ильи, чтобы каждый раз у нас такие осущения есть, мы понимаем, что да, нет. То, что у нас есть, это тот же самый опыт, так как был у этого Ильи. Мы не один, не одна на этом свете. Есть еще искренне верующих людей, у кого, в принципе, по сути деле, были похожи опыты, так как у нас. Так как Илья был один, и Бог ему покормил каждый день водою и хлебом. То же самое. В четвертом стихе Авдея объяснил, что даже было сто пророков в пещерах, и я питал их хлебом и водою. Когда Езевел истреблял пророков Господних. И тоже, дальше 19 главу, и тоже читаем, как Илья и тот же спрятался в пещерах. Опять Бог хотел ему показать, что все твои опыты, которые ты считаешь, уникальны для тебя, и только ты имел такие вот испытания. Вы знаете, ты не единственный человек, у кого были всякие эти испытания. и жизни опыта. Это единственное, у человека есть такое чувство, что я уникален. Я не могу объяснить тебе мою жизнь, ты не будешь понять. И правильно, в одном плане. Но мои тоже, в принципе, не уникальны. В том плане, что у каждого есть кто в жизни, у кого было кое-что похоже. И почему у нас есть целое понятие церковь? Это чтобы встречать с людьми, не только чтобы чай, кофе попить и болтать, а чтобы общаться. И поскольку общаемся с людьми, мы начинаем понять, что нет, я не единственный, я думал, что я, только я имел такой опыт. А поскольку мы начинаем с людьми поговорить, мы понимаем, что да нет, я не такой уникален. И тем более, читая Библию, мы, в принципе, читаем кучу биографий. Биографии Илья, биографии Авдия и так далее. Зачем Бог так выбрал? Он решил дать нам книгу, Библию, которая полна биографиями. Зачем? Потому что Он специально выбрал этих примеров, этих людей. И чтобы мы все поняли бы, в конце концов, что ага, то, что творилось со мной, то, что я испытывал в жизни, в принципе, это то же самое было у какое-то человеку раньше. И самое страшное, когда человек чувствуется совсем один, совсем одинокий, совсем одна. И так жить очень сложно, даже невозможно. Поэтому Иисус сказал, что Он является как Иго. И из-за этого наш груз становится легче. Не значит, что в самом груз фактически легче. Но Иисус является Иго. И чтобы тот груз мы сможем поделить с другими. И Он является единственным путь для этого. И это цель и суть. Я понимаю церковь и общение с другими верующими. Чтобы тот груз, который у нас есть, становился бы легче. И это только Иисус, который является, тот посредник, тот Иго, который делается так. И это так, в принципе, Бог действовал Илье. Показав, что все то, что ты испытывал, ну, и жил в пещерах, я питал тебя хлебом и водою, ты пророк Божий, при преследовании на руках этого Иезавелья, ты не единственный. Даже был тот человек, у кого были то же самое, опыта. Ну, Илья, как мы будем читать девятнадцатую главу, в принципе, не хотел это принять. Он предпочитал иметь такой подход о том, что я единственный, я один, все других не то. И можно даже спорить, что Бог в конце концов сказал ему, да ладно, все, если ты так думаешь, нет, твое служение я буду прекратить. И Бог передал его служение к этому Элисею. Ну, дальше, восемнадцатую главу. Был страшный город, и воды вообще нету. И Авгия и Ахав бегали по всему Израилю, чтобы собрать животными. И Илья встречал Авгии. И сказал, ну ладно, я хочу показаться этому Ахаву. Авгия сказал, да нет, а что, я буду сказать Ахаву, что я с тобой встречал. И вроде, когда есть такое предназначенное место для встречи, ты просто исчезаешься. Потому что, кажется, это часто случилось. В двенадцатом стихе Авгия сказал, когда я пойду к тебе, тогда Дух Господень унесет тебе, не знаю куда. Кажется, это довольно часто случилось. Что Дух Господень взял Илью куда-то по-другому. Итак, когда будем читать девятнадцатую главу, как Илья как-то исчез, колесница, Агнини пришли, и он как-то исчез. Есть те, кто считают, что он как-то уйшел на небесах. Но я не думаю. Это просто так, что опять Дух Господень унесел Илью. И даже пророков вышли на поиск Илью. То есть, после этого они ожидали, что он где-то на каком-то горе Бог ему унесел куда-то, в другом горе или где-то здесь на земле. То есть, получается, что он не шел на самом небесах, потому что после смерти мы все будем без сознания, в состоянии. И Иисус является первенец от гроба. То есть, он является первый человек, который приобретил для себя вечность. Это не то, что Илья был первый человек, который жил вечно. Нет. Он вроде умер, и в конце концов воскресенье будет, студний день будет, и мы только получаем вечность, то есть вечные жизни на студном трону Иисусу. Итак, Илья собрал весь Израил вместе и сказал, ну давайте, мы будем показать, кто есть Бог, или Ваал, или Яхве, то есть Бог Израилева. И в 21 стихе подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена, если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. Это такой логик, который мы тоже сегодня встречаем. Или Бог есть или нет, или Иисус является Сым Божиим, или нет. И если так, у нас третий выбор, третий путь нету, у нас только вот такой выбор между нами, или Господь является Бог, или Ваал. И если на самом деле Господь является Бог, если на самом деле Бог есть на свете, если на самом деле Иисус является Его Сын, тогда то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. В большинстве кажется, на этом на этом свете живут как-то очень посильные, очень посильные. Это для им ни при чем, кто есть Бог. и нам надо понять, что мы тоже стоим перед таким выбором, если на самом деле Иисус является Сыном Божиим, если на самом деле Бог есть на свете, то получается, что проследуйте Ему всем сердцем. Я поэтому ободрала людей креститься, то есть делать окончательное решение для Него и говорить со мной после служения, если Вы интересуете креститься. И Он сказал, долго ли Вам хромать на оба колена? Хромать на оба колена? Что Он имел в виду? Я думаю, что Он визуально имел в виду, что человек, который хромает, вообще сперва на одном ног, потом на втором. Но Он сказал, что Вы хромайте на оба колена. То есть сперва на правый, потом на левый. То есть не надо такой нерасчетенности. Есть ли Бог на свете или нет? Ну да, есть. Но да нет, это Ваал, я не знаю. Нет, Он хотел, чтобы они до конца выбрали. И это абсолютно говорится иногда у нас тоже, что ну ладно, Бог есть, ну да, но я не знаю, наверное, я буду Ваалу. И как-то хромаем, как написано, оба колена. Сперва тот колен отказался, потом левый, потом правый. Как-то такая нерешительность. Поэтому Бог придумал то понятие крещения, чтобы человек окончательно на один момент, на один предназначен время без жизни. В моем случае 20 ноября 1983 году, когда мы вот как взрослых людей решили окончательно, что я главный, я для него. и это полезнее даже в психологическом плане, что мы решаем так конкретно, так окончательно, чтобы мы не будем дрейфовать в жизни. «Ну да, наверное, да, наверное, нет». И так он собрал все пророков Ваалових, 450 человек, и сказал, «Ну пусть Бог, который является Богом, отвечает огнем». И они начинали тогда вот кричать «Вааля, услышь нас, Баал, Вааля, услышь нас» в 26 стихе, но не было ни голоса, ни ответа. И сказали они у жертвенника, и скакали они у жертвенника, который стелли. Потом, по-моему, Илья смеялся, не в плохом плане, смеялся. В 27 стихе «Илья стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог». Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется. Это не то. Даже если человек видим в заблуждении, это не для нас, как бы смеяться над ним. Это не то. И я понимаю, что он использовал какой-то сарказм. Не смотря на то, что у него был в другом плане очень крепкий вера. Его вера такая. Он прекрасно знал, что я буду молиться Богу, и вот огонь будет с небеса. Он это прекрасно верил и знал. То есть в одну сторону у него такая вера. Вера вообще такая прекрасная. Но и тоже не смотря на то, что он на самом деле необыкновенно сильно верующий человек. У него был такой гордость и такой способность и клонность смеяться над другими. Это очень неприятно. И сразу мы видим, что вполне может быть, что у человека есть и тоже вера и тоже как-то не то поведение на одно и то же время. И иногда мы встречаем с человеком, который считает себя верующим. И мы думаем, да нет, ну как ты сможешь быть верующим человеком, если ты и тоже так и так поступаешь. А читая более внимательно Библию, мы понимаем, что почти все герои веры, так как Илья, например, у них тоже будет какой-то слабый, какой-то слабый сторону у них. Это ободрение тоже для нас, потому что иногда мы считаем, да нет, я верю, но тоже как-то не верю. Я верю, но моё поведение как-то не то, разве я верующий? Да нет, это не оправдание для греха, абсолютно нет, но все равно, это как-то ободрение, о том, что Бог как-то рисовал картины этих людей, которые будут в Царстве Божьем, так, что ну ладно, они верили, но тоже имели какой-то долг от слабости, вот. Итак, вот, когда написано, Илья снялась, наверное, твой Бог задумался или занят чем-либо, чем-либо. Ну это, конечно, перевод, но не совсем хороший перевод, потому что оригинальный текст на еврейском, ни на русском, ни на английском. Но я понимаю, что лучший перевод для этого или занят чем-либо, значит, разве он не в туалете? То есть, кричи погромче. Кстати, добро пожаловать наш брат Туссент, который из Америки, только что я вижу ему. Greetings to brother Туссент from America. He just dropped up, so greetings. And we'll do in English as well from now on. So, 1 Kings 18 verse 27, Elijah is mocking the worshippers of Baal, and he's saying, isn't your God like busy? And I'm saying that the Hebrew can possibly mean, isn't he in the toilet? And I'm saying that although Elijah had great faith, yet in fact he had this weakness as well, this arrogance and this mocking of others. So, it's not the stich here. Verse 30. 1 Kings 18. Тогда Илия сказал всему народу, подойдите ко мне, и подошел весь народ к нему, он восстановил разрушенный жертвенник Господи. Это на горах. So, this altar where all this happened in verse 30 is described as the altar of the Lord that was broken down. And it was on the top of the hill. There is раз of the And so, it wasn't completely right that Elijah was using this altar on the high places as an altar of God. Но все равно Бог действовал через это. Похоже на этом притче Иисусе, когда Он сказал, что Он раздал таланты. It's like the parable of the talents. Парень, у кого был только один талант, он пришел и сказал, что я ничего не сделал с этим. The guy with one talent comes and says well I didn't do anything with it. Иисус сказал, а зачем ты не положил талант на Иисус says, well why didn't you put the talent in the bank so that you would have got some interest. Это нельзя по закону Боже для евреи отдать свой денег за процент. It's not allowed for a Jewish person under the law of Moses to give their money into a bank to get interest from their brother. Иисус имел ввиду по крайней мере ты мог бы кое-что делать, хотя это не идеально, я принял бы тебе. Иисус говорит, look, you should have done at least something, even if it wasn't the best, even if it was a technical infringement of the law, you should have done at least something for me. И здесь то же самое, использовать эти высотах, эти алтары, на высотах, это по идее это нельзя. Ну ладно, человек Иллия это стел, и Бог это принял. So to use the high places to worship God was not the best, but all the same, Elijah did it, and God kind of accepted him. Это не значит, что мы можем как-то без серьезно, как-то не серьезно служить Господу. Это достаточно для него. This of course doesn't mean that we can just serve God as we think, not caring the quality of our service or whatever. Но это тоже является на другом сторону ободрение, о том, что Бог так жестует для отношения с нами, что Он готов принять человека где то человек стоит. But on the other hand, it is encouragement to us that God so thirsts for fellowship and relationship with his children, that he's very eager to meet us wherever we stand and to accept whatever we are offering. Итак, Илья 33 взял воду на 34 наполните 4 ведра водой и чтобы никакой вопрос не было бы откуда тот огне. So Elijah says fill four barrels with water and pour that on the animal so there would be no possible question as to where the fire came from. This was a miracle. Но помните это была страшная жара. But remember this was a terrible drought. И вообще голод был и воды вообще не было. And there was really no water. Тем более они там на горе на самом высота. And they were on top of a mountain. Это что-то тем более три раза это делать. And they were on top of a mountain and they did this three times. Получается всего двенадцать ведра воды. So that would have worked out of twelve barrels of water. Так как двенадцать колен израильево. Like the twelve tribes of Israel. Итак он молился and so he prayed. 36 verse 36. Господи Божий Авраамов да познает в сей день что ты один бог израилья. И что я раб твои. So he prays God of Abraham let it be known this day that you are God in Israel and that I am your servant. В принципе Иисус это цитировал когда он молился Богу от Иоанна 17 году. And Jesus basically quotes this when he prays to God in John 17. Когда он сказал пусть я буду как то пережить распятие и воскресенье так познает весь мир что ты один Бог и что я раб твой. This is basically what Jesus prays when he says God basically he saying get me through the crucifixion process and the resurrection so that the world might know that you are God and I am your servant. Итак мотивация для этого это чтобы людей познали что Бог есть на свете. So his motivation was correct that people would know that there is a God in Israel. The God of Israel is the God. И с нами когда у нас есть такие проблемы мы молимся Богу иногда не получается и наверное ответ нету потому что нашей мотивации нету. Sometimes we pray we don't get answers and maybe it's because the motivation is wrong. Наша мотивация не должен быть чтобы я сам буду оправден перед глазами мира а чтобы Бог будет как-то поздно в Израиле в мире. the motivation should not be that I am justified so that the name of God is respected and is made known and is declared. 38 и не спал огонь Господень и пожрал сисажение и дрова и камни и прах fire of God comes down and not only consumes the animal but also the altar itself the wood of the stones and the dust even это наверное Бог хотел показать что ну ладно ты использовал этот алтар на высотах но я буду это и тоже разрушить это не то что я хочу ну ладно я действовал с тобой я действовал в этом положении в рамках этого ситуации которую ты дал мне но это далека не идеально so I think this is God saying look Elijah your use of the high places is not ideal and I I work through that I tolerated that but it's not what I want and so he actually destroys the altar itself ok ободрение что вот Бог на самом деле хочет действовать с нами хоть на любом уровне this is again encouragement that God is prepared to work with us on any level 41 41 he сказал Илия Ахаву пойди ещипей ибо слышен шум дождя хотя никакой показательства нету что дождя будет he says to Ahab eat and drink for there's a sound of abundance of rain but there was no evidence that rain was coming он это сказал чистый по веру он верил хотя непонятно никакое визуальное доказательство что дожди будет он чувствовал и представил ситуации которые будет хотя это не перед его глазами so he is saying here that he is showing here faith in feeling and imagining a situation as if the prayer has been answered even though visually concretely there is no evidence that it has been так иисус так же сказал что нам надо молиться представляя то что мы спросили фактически уже есть this is exactly what jesus said pray believing and imagining that what you have asked for you have it to to То есть, когда мы молимся, это не просто надежда, ой, наверное, будет, но я постараюсь, молюсь, наверное, будет, наверное, нет. Если мы знаем точно, что, ну да, то, что я молюсь, то чего, о том, что я молюсь, это точно в воле Божьей. Мы сможем тогда представить, что это уже есть у меня. So, when you pray, this is not just in hope. I pray and I hope, well, maybe I get it, maybe I don't. If you are sure that what you're praying for is according to the will of God, then we can pray, imagining that we have already received it, that it's there. И это не все автоматически случилось. Семь разы. Илья молился. Второй, положил лицо свое между коленами своими. Это не просто так, ну давай, дожди, вот дожди. Семь разы. Он так молился Богу. Первый раз ответ нету, второй раз нету, третий раз ответ нету. Только с самого конца. So, this all didn't happen automatically. He prays really intensively. He puts his head between his knees. And he does it seven times. Just imagine, first time, no answer, second time, no answer, third time, no answer. And so forth. But he really had to pray intensively. И опять, 44-й, он сказал Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебе дожди. То есть, он так уверен, что тот дождь будет. He's so sure that the rain is going to come, even though it hadn't come, that he says to Ахав, get your chariot ready and start moving and get down from the mountain because there's going to be really heavy rain. Although there was no evidence at that time, that there was any rain coming. И вот это является вера. And that's what faith is. И что мы на самом деле представляем ситуацию так, как это уже. Конечно, это требуется, что мы сто процентов уверены, что то, что я спрошу, это на самом деле воля Божия. Now, of course, to pray like that, you've got to be 100% sure that what you're asking for is according to the will of God. И откуда мы знаем воля Божия? And from where do we know the will of God? Вот в этом играется роль Библии. And that's where the Bible plays its role. Потому что Библия является слово Божия. И воля Божия откроется здесь в Библии. Because the Bible reveals the will of God. It is the word and the will of God. Поэтому Иисус сказал, что если слово Мое прибывает в тебе, ты будешь спросить что угодно и получаешь. Jesus said in John 15, if my word abides in you, then you will ask what you want, and you will get it. Потому что наша воля тогда будет его воля, если Слово Божие прибивается в нас. Because if his word abides in us, then our will becomes his will, his will becomes our will. Итак, у нас, наверное, плохой опыт с молитвами. Потому что мы думали, что молитва это просто, ну, я надеюсь, что, наверное, я получаю. Тогда я пишу такой длинный список перед Богом, отдам. Но если я кое-что получаю, то, слава Богу, если нет, то нет. Поэтому, ну, this is the problem a lot of people get into in prayer. They have a bad experience of prayer in terms of answers because they, as it were, make a whole list of requests to God and think, yeah, well, I might get something, I might not. Let's just hope for the best and see. С таком подходом у нас не будет очень положительного опыта с молитвами. So, with such an approach, you won't have a positive experience of prayer. А если мы сперва знаем точно, что да, я буду попросить для этого, зная, что это точно воля Божья, тогда вот, мы сможем представить, что я уже это получил и получим. But if by searching the scriptures, you know, concretely, what you're asking for is surely the will of God, and you ask for it, you can imagine that you actually got it, and then you will get it. И тогда начинается очень верхний спирал в нашей духовной жизни, где каждый играет, ну, каждый момент играет свой роль. Наше чтение Библии, наше молитвы, наше веру, все как-то взаимно укрепляется. И это где-то, где вы получаете в спирал в спирту духовной жизни. Библию, молитву, веру, 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 восприятие, восприятие от молитвы, это все усиливает друг друга, и каждый спирал в спирту усиливает и укрепляет друг друга. И когда мы думаем, как это было возможно, чтобы Иисус на самом деле не согрешил, имея нашу природу, не согрешил, как это может быть? As we come closer to the Son of God and the cross, we, again, I guess, have that question, how could it be that a man of our nature, not God himself, but a man of our nature, actually did it, actually pulled it off, actually never sinned? How could it be? И вот так, я понимаю так, что из-за этого верхний спирал, он больше всех испытывал тот верхний спирал, его молитвы, его веру, его размышления о Слове Божьем, все как-то укреплялось и укреплялось от человека, и укреплялось от этого, он был собрешен. И this is how it was, I think, with him, a man of our nature, not pre-existing, but of our nature, that he, in his Bible reading, in his reflection on God's Word, in his faith, in his experience of answer prayer, the whole thing spiraled upward, so that a man with human nature, actually never sinned, and died on the cross, in perfection. У кого есть какие-то добавки? Вопросы, добавки? Добавки нет. Ну, по теме, по теме. По теме. Вопросы есть? Нет. Тичина конкретная, да. По теме. Почему? Понятными для сегодня все? Ну, слава, потому что никто не начинал в Китае, или... Как прошло на вас. Давайте тогда почитаем. 1 Коринфянам, 11. So then, no more comments, let's read from the 1 Corinthians chapter 11. 1 Коринфянам, 11 главу, 23-29. 1 Коринфянам, 23-29. 2 Коринфянам, 12-30. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предангу, взял хлеб. 2 Коринфянам, 14-30. И, во-вскоторе, преданил и сказал, «Приимите, родите, все есть тело мое, за вас на меме. Все творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечерин, и сказал. Все чаши есть новое завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И во всякий раз, когда вы едете хлеб с ней, и пьете чашу силы, смерть Господню, возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб с ней, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господню. Да испытывай же себе человек, и таким образом пусть есть тот хлеб с его, и пьете чашу силы». Давайте тогда помоемся за хлебом. Я буду благодарить за благодарность. Отче, обращаемся к Тебе во имя нашего Господа Иисуса. Тебе поблагодарить за то, что Ты дал нам Иисуса, за то, что он фактически умер для меня. Отче, спасибо Тебе огромное. И пусть на самом деле его смерть не была бы зря для меня. А пусть, Отче, мы будем на самом деле покаяться, пусть мы на самом деле будем жить в обновленной жизни. Во имя и ради Него. Аминь. 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 Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...